Кто из вас хочет иметь обетование Авраама? Давайте прочтем, что это такое. 12 глава Бытия. Мне нравится это обетование, которое он получил. Мне достаточно этого. Второй стих, 12 глава. Я прозведу от тебя народ великий и благословлю тебя, возвеличу имя твое. Ты будешь в благословении. Мне достаточно быть в благословении. Что такое благословение? Это иметь все. Скажи, ты будешь в благословении. Я буду в благословении. Благословение Авраама на мне. Каким образом? Я благословлю благословляющих тебя. Вы понимаете? Если меня не благословит кто-то, то это его проблема. Если он благословит меня, то он будет благословен. Я благословлю благословляющих тебя. И злословящих тебя, будьте осторожны, прокляну, смотрите внимательно, и благословятся в тебе все племена земные. То есть, другими словами, ты станешь отцом многих. Вы знаете, есть благословение Авраама, которое переходит на нас, но оно не переходит через того, что мы что-то исполняем, потому что не было закона, до того еще не было закона. Кто-то хочет иметь благословение Авраама, но они хотят исполнять десять заповедей. Я не вижу, чтобы Авраам знал об этих десяти заповедях. Вы знаете, для чего это вообще нужно было? Для чего вообще нужно было благословение Авраама? Для чего Бог хотел благословить Авраама? Он хотел благословить тебя и меня. Он хотел дать Иисуса Христа. Конец закона – это, скажи, Иисус. И давайте прочтем Галатам, интересное местописание. Давайте быстренько сейчас будем читать, и я прочту с вами Галатам. О, не быстренько выйдет. Закладку положил, но сейчас найду. Нашел. 3.15. Братья, говорю рассуждением человеческому, даже человеческому утверждению завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Авраам были даны обетования. Аврааму были даны обетования. И семени его. Не сказано потомкам, как бы о многих, но как об одном. Я хочу, чтобы вы услышали. Оно дано было одному. Обетование дано, скажи, одному. Это кому? Скажи, кому? Кто услышит меня? Кому дано обетование? Давайте прочтем. Он рассуждает. И семени, которой есть Христос. Он говорит, я благословил только одного. Вообще передавалось благословение только от отца к сыну и только одного. Вы помните, в Ветхом Завете вообще одному передавалось. Но в Иисусе Христе, как в Боге, мы имеем благословение Авраама, и мы имеем силу Авраама. Мы имеем благодать ту, которую получил Авраам через закон, через откровение Слова Божьего. Нет. Через то, что Он открылся нам, и Он хочет благословить нас. Смотрите. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал он по обетованию. Для чего же закон? Он дал по причине преступлений. Вы знаете, почему закон есть? Если бы никто не грешил и никто не поступал неправедно, не было бы закона. Закон нужен для того, чтобы обличился грех. Чтобы люди понимали, что они не могут исполнять это. Они должны прийти к чему-то, чтобы не грешить. К какому-то благословению. Чтобы эта свобода пришла в их жизнь. Через кого приходит сегодня свобода? Через Иисуса Христа. И я уже не я живу, но живущий во мне Христос. Мне уже не нужно грешить, потому что я свободен от греха. И очень сложно, послушайте, очень сложно понять это, как только верой. Поэтому Павел, он говорит о вере в 11 главе к евреям. Давайте прочтем это. Потому что, давайте закончим вот это. Ибо по закону наследуется. Для чего же закон он дал по причине преступлений? До времени пришествия семени. До времени. Скажи, до определенного времени, пока придет Иисус. Пока преступления не будут смыты. Пока преступления не будут омыты. Что происходит, когда Иисус приходит, Он очищает нас от греха. Я вам расскажу тайну, которую Бог дает. Если ты сегодня получаешь и принимаешь Иисуса Христа в свое сердце, ты можешь быть свободен от всякого греха. Но послушайте, почему тогда ты придерживаешься законов и правил? Потому что ты грешник. Потому что удобнее жить по закону, потому что ты хочешь грешить. Послушайте внимательно, еще раз говорю. Грешник, он всегда будет тяготеть к правилам. Потому что он хочет грешить. И он говорит о правилах и о законе, когда можно быть в свободе. Каким образом мы получаем эту свободу, принявшую Иисуса Христа верой? Когда я принимаю то семя, которое освобождает меня от всякого греха. И уже не я живу, но живущий во мне Христос. Я свободен от греха. Рожденный от Бога не нуждается в законе. Он не грешит. Закон дан по причине греха. Рожденный от Бога не грешит. И лукавый не прикасается к нему. Вы знаете, почему дьявол имеет сегодня доступ к некоторым? По одной причине. Потому что они грешат. Потому что им выгодно. И вы знаете, закон дьяволу выгоден. Он ограничил нас правилами. Когда есть правила, он знает, как их обходить. Он отец всякой лжи, всякой неправды. Чем больше законная церковь, я вам хочу сказать, тем больше там проблем. Закон, он действует противоположно. Умножается грех. Он умножает грех, потому что дьявол умеет обходить это. Он знает, как обходить это. Он в раю это сделал с Евой. Когда еще не было никакого закона, только одно правило. Не прикасайся, не вкушай. Не прикасайся, сказал Адам. Потому что он царь и священник в своем доме. И он мог это сказать. А не вкушай, сказал Господь. Вы знаете, есть правила, которые он умеет обходить. Он хитрец. Он всегда придумает вам, что говорит. И вам надо просто переосмыслить, для чего вы живете. Чтобы наши желания были направлены на его волю, на исполнение его воли. Я хочу, чтобы мое желание было исправлено. Я хочу, чтобы мои мотивы были изменены. Знаете, на что Бог смотрит? Он смотрит на мое сердце. Он не смотрит на то, что ты делаешь. Потому что он говорил фарисеям, вы внутри, знаете, исполнены греха и неправды. Вы исполнены греха и неправды. Хотя внешне вы имеете вид служения. Вы знаете, что делает внешне? Я могу быть в костюме. Я могу быть хороший грешник. Ты можешь накраситься и сделать вид, что у тебя все нормально. Но если у тебя внутри грех, тебе надо от него избавиться. Каким образом мы избавляемся? Через предшествие семени. Не через исполнение закона, не через исполнение правил, а через семя, которое пришло в Аврааме. Которое пришло через Авраама. Который поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Я хочу, чтобы это вменилось мне в праведность. Чтобы я был свободен от греха. Чтобы я уже не хотел грешить. Потому что некоторые говорят, вы знаете, почему у нас освобождаются наркоманы? Почему освобождаются алкоголики, те, которые хотят по-настоящему познать Иисуса Христа? Потому что освобождает их Иисус Христос. Освобождение дает семя. Не освобождение дает законы, правила, по которым мы живем. Потому что правила... Вы знаете, мне сказали, статистика реабилитационного центра один из десяти. Выходит нормальный, да? Один из десяти социальных реабилитационных центров. Даже меньше. Ну, смысл о том, что они не получают свободу из-за правил, которые там устанавливают. Вы знаете, люди, которые выходят из тюрьмы, которым ограничивают их в правилах, в постановлениях и так далее, они снова совершают, 80-90% совершают преступления. Потому что ограничение тебя не удерживает от твоего внутреннего изменения. Послушайте еще раз внимательно. Когда ты думаешь, что ты можешь ограничить себя, оградить себя, уехать. Знаете, один человек уехал от... В Европе сейчас есть такое... Ну, очень много браков неправильных там, мужчины с мужчиной, мужеложеством занимаются. Грех вообще ужасный. И в церквях даже это поддерживают. И один уехал в Россию пожить. Так он через некоторое время, он бежал оттуда. Он не просто бежал оттуда. Он буквально через полтора или два месяца, он просто хотел оттуда сбежать. Знаете почему? Потому что когда ты ограничиваешь себя, он попал вроде бы в состояние ограничения, но это ограничение имело определенные вещи. Там были другие проблемы, другие грехи, которые еще хуже может быть. Вы знаете, мы когда смотрим на Содом и Гоморру, мы говорим, о, какой ужас! Какой ужас! О, они были так разращены, они хотели изнасиловать ангелов. Этот мир похож на этот? Люди не меняются. Вы знаете, мы часто хотим Бога превратить в своего, который исполняет наши прихоти. Чем не изнасилование? Я, конечно, хочу сказать по-другому. Давай сделаем так, как мы хотим, и все тут. И вы знаете, но Бог, Он не будет, Он суверенный Бог. Он придумал, и Он определил, что через Иисуса Христа ты получаешь освобождение, и другим способом не получится. Что бы ты ни придумал себе. Слушай внимательно. Постоянное хождение в церковь не спасает. О, может быть, до тебя достучится, пастырь. Но если ты не будешь веровать тому, что говорят, то смысл в этом вера приходит, слушай внимательно, через веру Авраам получил, и мы, семя Авраама, которое получаем, через веру Иисуса Христа, который спасает, который исцеляет нас, который делает нас другими. Володя, можно выйти отсюда? Выйди, пожалуйста. Только быстренько. И не шуми тут. Группа порядка. Смотрите. Стоит, кульком, шевелит. Мешает. Смотрите. Но Аврааму даны были обетования, и семя него. Давайте откроем евреям. 11 глава. Мне понравилось это место, писание. Потому что евреям он описывает более подробно. Почему? Потому что евреи, они знатоки закона. А не знатоки закона. Ему приходилось проповедовать о жертвоприношениях, о том, как Иисус должен войти был в святое святых, и после чего наступает вечный праздник. Скажи, у нас теперь вечный праздник. У нас теперь вечная суббота. А пока есть грех, исполняйте закон. Восьмой стих, одиннадцатая глава. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Он шел для того, чтобы получить страну в наследие. Но я вам хочу сказать секрет. Это не та страна, о которой Бог ему говорил. Его вера направлялась в совсем другую страну. Многие сегодня ездят в Израиль поклоняться тому месту, тем местам, где ходил наш Господь Иисус. Но это не та страна. Я вам хочу сказать, что это не та страна, которую искал даже Авраам. Если бы он в своем сердце помышлял только об этой стране, то он бы не был Божьим другом. Давайте прочтем это. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верую обитал он в земле, обетованной, как на чужой. Жил в сатрах с Исааком и Аком, с наследником его того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющие основания, который художник и строитель Бог. Вдруг он ожидал совсем другой страны. Он мечтал о другом. Одно семя. Он верил в Иисуса. Праведность наша не от того, что мы имеем какие-то дела и поступки, хотя дела и поступки, они важны, потому что вера без дела, она мертва. Но послушайте внимательно. Я должен иметь веру. Веру в кого? В Иисуса. Если вы говорите мне о каких-то исполнениях закона, о правилах, а потом уже об Иисусе Христе, или просто стираете мне Иисуса Христа с моего вида, с моего направления, вы знаете, это делали для Авраама, и это делали с Авраамом. И когда у него стирался этот прицел, Бог обратно возвращал его. Я благословлю твое семя. Твое семя. Вы знаете, где вы будете благословлены? Где ваше исцеление? Только в одном семени. Когда пришел Иисус, Он показал, что в Нем обитает все. Когда люди прикасались к Нему, они получали исцеление. Когда люди приходили требовать от Него, они получали освобождение. Вы знаете, Иисус, Он тот же, Он вовеки тот же, Он был от начала тот же. И Авраам знал Иисуса Христа. Он нерожденного Иисуса Христа уже знал, потому что веровал в Него. Потому что семя должно быть благословенным. Мы должны научить своих детей ходить перед Богом, но мы должны научить их семени. Потому что то семя, которое вы приняли веру, они сохранят и они пронесут. Ни законы, ни правила. Вы знаете, я забыл те законы, которые были в нашей семье. Я забыл те правила, которые были у меня в 12 лет. Я получил ремня и так далее. Хотя Папа хотел меня изменить и что-то еще сделать. Но когда я пришел ко Христу, я принял Иисуса Христа. Моя жизнь поменялась. Я забыл все, и я стал новым творением. Библия говорит, кто во Христе? Где, скажи, тот новое творение? Древнее прошло, теперь все новое. Смотрите, я хочу, чтобы вы поняли, нужен ли мне сейчас закон, если я во грехе, да. Я буду тяготеть туда. Я буду направляться туда. Я буду думать о нем, что я не все еще сделал. Надо обрезаться, надо детей покрестить. Надо еще что-то сделать. Покрестить, обряд какой-то совершить, потанцевать вокруг. А когда ты веришь, то ты ходишь, смотришь на звезды, и ты говоришь, что это все мое. Бог сказал, я благословлю тебя. Веря. В чем я благословлю? Веря. Кто будет веровать? Вы знаете, самое интересное, я смотрю на своих детей, и он говорит, я хочу, чтобы ты верил, я хочу их исправлять, бывает. Хочу так что-то сделать, закрутить гайки, законные вещи, правильные вещи хочу сделать в своей жизни. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты верил. Я хочу, чтобы ты верил. И бывает, надо нам принести некоторые вещи в свою жизнь в жертву, потому что Бог приходит на жертву. кто хочет быть благословен? Пожертвуй всем. Иисус, Он показал пример. Сила приходит на жертву, слава приходит на жертву, и Авраам приносит жертву своего сына, он заносит нож, потому что он боится Бога, и он хочет быть благословен Богом, потому что вера Авраама говорила, он воскреснет даже из мертвых, потому что я ожидаю города не здесь, не в этом месте, и даже не в этом мире. Вы думаете о земном. Библия говорит, если вы думаете о земном, вы плотские, а плотском помышляют. И вы знаете, самое интересное, все законы, все правила, которые говорятся, они говорят о плотском, чтобы наша плоть подчинилась Слову Божьему, чтобы наша плоть была подчинена. Но если ты начинаешь верить, твоя плоть начинает подчиняться. Библия говорит, теперь нет никакого осуждения, кто во Христе Иисусе живет не по плоти, но по духу. Теперь давайте прочтем. «Ибо он думал, верою сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала веренно обещавшей». Я этот стих раньше не понимал, потому что Сара смеялась, Сара была неправа в некоторых вещах. Я раньше этого не понимал. И Бог ожидает от нас, когда мы уже не способны что-то делать сами. Он ожидает от нас, когда мы уже не способны. Когда у нас только остается одно – вера. Слушай внимательно. Что в твоей жизни еще есть, за что ты ухватился и держишься, за что ты идешь и начинаешь двигаться. Может, это закон, правило, еще чего-то. Но Бог говорит, слушай, пока в твою жизнь не придет Иисус Христос, ей надо самой было ухватиться за Иисуса. Вы знаете, когда у Адама родился Каин и Авель, Бог сказал, Бог открыл им, что Бог даровал им семя, но семя, которое они надеялись, не было состоятельным. Каин убивает Авеля. И поэтому, по одной причине, а ей приходится перестрадать, передумать и опять зачать и родить себе. Поэтому написано, женщина спасется. Чадо родия тут не имеет никакого значения. Если у тебя нету веры в то семя, которое дал Бог, то не имеет значения, во что ты веришь. Женщины, мы верим одинаково. Семя, которое дал Бог, чадо родия, чадо родия, которое Бог дает, в нашей жизни произойдет только тогда, когда мы поверим в Иисуса Христа, поверим в Того, Который может несравненно больше, о чем мы просим, о чем помышляем. И смотрите, вера у Самосара рожает, потому и от одного, притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, как бесчисленный песок на берегу морском. Все эти умерли в вере. Прочтите внимательно вместе со мной. Не получив обетований, а только издали, обетования Авраама не получили. Они не получили обетования Авраама. Все, кто родился после Авраама, до Иисуса Христа, не получили обетования Авраама, потому что говорится о семени. Одной семени. Это семя Иисус Христос. И если я не принимаю Иисуса Христа как своего Спасителя, если я не основываюсь только на Нем, ни на правилах, ни на законах, ни на чем остальном, Он пишет это евреям, я должен основываться на вере. Все остальное, это выдумки. Я не хочу жить в этом. Смотрите внимательно. Смотрите. Все эти умерли в вере, не получившие обетования, а только издали, видели Леоны, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях своих имели Отечество, из которого вышли, то имели бы время и вернуться. Если бы они только начали тяготеть к этому земному, они здесь и остались. Но они о чем-то другом думают. Они мечтают о чем-то другом. Я хочу, чтобы ваша мечта сегодня направилась в совсем другое русло. Смотрите внимательно. О чем ты сегодня мечтаешь? И Авраам, Иаков, Иаков и все остальные служители, они исполняли Слово Божие. Для чего? Для того, чтобы дойти до того обетования, которого они не получили. Слушайте внимательно. Может быть, ты сегодня не получишь этого, но то, что Бог говорит в твою жизнь, чтобы ты исполнил, это то обетование, которое Он сделает тебе, изменит твое мышление, научит тебя жить на этой земле, и ты все равно будешь благословен. Благословение Авраама, благословен ты. Благословен ты. Скажи, я благословен, если я верую в Иисуса. Если я принял Иисуса, я уже благословен. Благословение Авраама, оно работает, даже если закон говорит противное. Вы понимаете меня? Кто из вас понимает? Если я принял Иисуса Христа, все равно Бог. А если вот слушай, я не верю ни во что, кроме Иисуса Христа. Я хочу, чтобы взявшись за Иисуса Христа получить все обетования, которые Он дал. Благословлю тебя. И не только тебя, но и детей твоих, и потомство твое. Он говорит о семени, послушай внимательно, Он говорит тебя, и потомство твое. И я верю, что мои дети тоже будут знать Его. Поэтому, Павел говорит, спасешься ты, если будешь веровать в Иисуса, потомство твое будет спасено, если ты будешь веровать. Потому что семя передается через веру. Если человек не верит, если человек живет своими мыслями, своими планами, идеями, послушай внимательно, Он возвращает Того и говорит, слушай, поверь в Иисуса Христа заново. Возвратись. Твоя жизнь должна обновиться. Если ты поставил свечку здесь, вот здесь, обошел 250 раз вот так вот, а помолился очень аж 350, тогда ты спасешься. Нет, ерунда все. Чем мы отличаемся? От законников, которые были в Ветхом Завете. Ничем. Я говорю о вере сегодня в Иисуса Христа. Библия говорит, верующий в Него на суд не приходит, но перешел от смерти жизнь. Должно нам родиться свыше, должно нам думать иначе, должно нам преобразоваться нашим умом. Это не значит, что я не должен исполнять Его волю, я не должен исполнять то, что Он определил мне, не должен научить своих детей поклоняться Богу, служить Ему. Это значит, что я должен все это делать, но по Его воле. Я хочу общаться с Ним. Вы тоже? Смотрите. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, и если бы они в мыслях своих имели возможность возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, к чему они стремились? к чему они стремились? Вы знаете, почему Иисус на небесах? Один Бог, который воскрес из мертвых. Слушайте, один, кто воскрес, чтобы вы стремились куда? Один, кто вознесся, Он сделал это красиво, Он позвал всех на гору, гору, и показал, слушайте, а теперь до свидания, я дал вам указания, и все, а теперь вы знаете, куда стремиться? Он сделал это красиво, можно прожить хорошую жизнь с Ним, но во Христе Иисусе мы посажены на небесах, и это не от нас. Скажи, во Христе Иисусе я могу быть сейчас на троне, сидеть возле Него, Иисус, слава Тебе, аллилуйя, я могу быть свободен, послушайте внимательно, никому не верьте, что тебе нужно сделать и пройти что-то для того, чтобы получить освобождение. Свободу дает не человек, свободу дают не правила, свободу дает кого сына освободит, тот поистине кого сына освободит. Мне нравится это слово, я хочу быть свободным, я хочу быть в свободе, но если ты не освобожден сегодня сыном, значит в твоей жизни есть проблема. Ты будешь тяготеть к правилам, почему люди тяготят к правилам, у меня в доме закон, послушай, если в твоем доме будет Иисус, никаких правил не надо, ничего не надо, честно, послушай, если у тебя будет Иисус, ничего не нужно, о, как мне это хочется, послушайте, у нас есть правила в церкви, это правила, нормальные, это правила, которые открыл нам Иисуса. Водное крещение важно, это правило, правда, причастие, это правило, но он строит свою церковь, он не строит ветхозаветную церковь, по их правилам, по их установлениям, потому что они были в своей сущности греховны, им надо изменяться, а теперь он строит другую церковь, которых свободны, которые получили полное благословение от Бога, скажи, я благословен, давайте снова откроем, потому что я это место заложить евреям, потому что мы еще к нему вернемся, но откроем 12 глава бытия, давайте откроем еще раз, бытие 12 глава, я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, запомните это, подчеркните это для себя, спасешься ты и весь дом твой, произведу великий народ, благословлю тебя, это благословение Авраама, если вы говорите о благословении Авраама, вот это благословение Авраама, другого нет, я уже в благословении, смотрите внимательно, я благословлю благословляющих тебя, злословящих прокляну, благословятся в тебя все племена земные, вы знаете, куда вы не придете, Библия говорит, и если не примут вас, струсите прах, отряднее будет Содом и Гаморья, надень суда, или вы благословение, или вы проклятие для этого города, но это их проблема, это Иисус говорил, послушайте внимательно, Иисус нам показал путь благословения, мы имеем сегодня то же самое благословение, и я хочу, чтобы вы приняли это благословение в Иисусе Христе сегодня, мой дом и моя семья, мои дети, они уже благословены, потому что я познал примета, никакие правила тебя не спасут, я когда был маленьким, моя бабушка мне рассказывала, вы все равно поверите в Иисуса Христа, у вас заметили, что тенденция есть такая, все верующие в Иисуса Христа, они все равно в церковь приходят, они все равно каются, они все равно, я говорил, ну да, бабушка, ты не знаешь, что я делаю, курю, гуляю, я был маленький еще, не знал ничего, а бабушка, мы все равно покажем, спасешься ты, она получила обетование от Бога, если будешь веровать, то ты спасешься, но тебе надо удержаться и удержать преподанно, потому что некоторые удаляются от этого, и вы знаете, я прочитал Галаты, и там написано, о, несмысленные Галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине, у вас был предначертанный Иисус, но вы возвращаетесь снова, без каким-то вещественным вещественным началом, бессильным в общем, те, которые не имеют силы, и знаете, что они решили, давайте обрезываться, исполнять закон, делать, что, у нас суббота каждый день, вы знаете, после Иисуса, шаббат, шалом, аллилуйя, евреи наши братья, потому что у них шаббат только один раз, а у нас семь раз в неделю, потому что Иисус Христос освободил нас от всякого, нет, послушайте внимательно, я вам хочу сказать, десятина благословения, аллилуйя, это завет твой с Богом, но Авраам дал десятину, слышишь, внимательно послушай, это не закон, это завет твой, Авраам дал по вере, закона еще, поэтому она работает, это тем, которые не верят в это, работает, я знаю, кто знает еще, аллилуйя, и все остальное, что в Аврааме благословение работает, благословение, аллилуйя, а теперь скажи, благословен я, когда я верю в Иисуса Христа, и попробуйте меня проклясть, знаете, кто вас будет судить, попробуйте обо мне что-то говорить, знаете, кто будет, кого там червяки съели, Ева, да, Ирода, он даже и ни при чем был, просто случайно осудил, пришлось осудить по закону, по правилам иудейским, Иисуса Христа, возмутитель порядка, беспокойство, мы как-то изучали, у нас были болезни, забыл, вши, когда изучали, в общем, в общем, и нам рассказывали эту историю, что с него ссыпались эти вши, когда несли гроб, и гроб закрыт был, потому что это исторический факт, он изъеден был шами, он умирал от этого, и не нашли, как это убрать, возможности, не изыскали это, Бог дивен, благословятся в тебе все племена земные, ты можешь быть благословением всех племен, ты благословение всех племен, скажи, я благословен этого города, мы для этого и свидетельствуем в этом городе, мы знаете, о ком говорим, мы к кому привлекаем, к Иисусу Христу, чтобы они, познавшие Иисуса Христа, были такими же благословенными, благословение в том, что ты начинаешь жить по-другому, твоя свобода, она дает тебе новые вершины, тебе нового желания, вы знаете, мы смотрим на то, как в законе поступали люди, и смотрим Авраама, что он берет жену себе, не ту, которую определил ему Бог, он думает обмануть Бога, слушайте внимательно, это не значит, что Бог не благословил Агарь с Измаилом, но он поступает неправильно, не по вере, мы часто так поступаем с законом, мы притягиваем его к себе, и вроде бы делаем это на Саре, на Иисусе, она рожает там, но это не Иисус, это закон, который не производит ни силы, ни твоего спасения, это я для тех, которые знают Слово Божие, если ты хочешь силу Божью, ты должен продолжать веровать, даже когда она мертвела, когда она ничего не получается, если что, невозможное Богу, скажи, все возможно, все возможно, я буду веровать тогда, когда лоза не принесет плода, я буду веровать в тот момент, когда ничего не будет происходить, я буду веровать, когда все происходит, я все равно буду веровать, я буду веровать, даже если меня будут, поэтому христиане, первые христиане, они шли на кресты, а их убивали, и знаете, кто их убивали? Законники, фарисеи, те, которые исполняли закон, из-за чего? Из-за того, что они просто верили в Иисуса Христа, и они не хотели исполнять то, что они говорят, делать то, что они говорят, потому что они у веровавшего Иисуса исполнили закон. Скажи, вера в Иисуса меняет мое мышление, и я должен расти в этом, я должен расти в этом, и Библия говорит, давайте откроем последний стих, и я заканчиваю, это римлянам, 12 глава, и так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте ваше тело, ваше жертву, живую, святую, благоугодную, Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком всем, не сообразуйтесь веком всем, это значит, что не смотрите, что происходит вокруг, но преобразуйтесь духом ума вашего, что делаете, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, я хочу иметь эту волю, благую, угодную и совершенную, мы хочем иметь благую волю или совершенную, благая, не всегда угодная, не все, что нам доброе, окажется, это благословенное, Богом, потому что некоторые берут на себя ответственность за то, и они берут на себя то, что Бог не давал им, они обманывают, лгут, а потом говорят, ну, это воля Божья, это не воля Божья, это не воля Божья, на это пришел закон, на это пришло правило, а когда ты в правде Божьей, когда ты в вере в Иисуса Христа, твоя жизнь поменялась, все, Библия говорит, верующий в Него не грешит, а если и согрешит, то снова приходит к Нему, потому что тот ходатай, который меняет тебя, меняет твое мышление, он говорит с тобой, он разговаривает тебе, что тебе нужно сделать, и вы знаете, некоторым надо ходить в церковь постоянно, каждый день, чтобы изменить свое мышление, некоторым уже, о, вы взрослые, вам уже надо открывать свои церкви, но вы не способны принять Иисуса Христа в свое сердце, вам нужно заново принять Иисуса Христа, вы должны прийти к тому ходатаю, который дает вам новую жизнь, изменяет вас, верующий в Иисуса Христа, преобразование ума, послушайте, некоторым надо преобразование ума, для того, чтобы принять Иисуса Христа, как это я вижу, вы видели, чтобы в лесу распахивали и сеяли пшеницу, среди деревьев, я не видел такого, Библия говорит, распашите у себя на вину, обновите свое мышление, хватит сеять среди того, что не благословляет, вы не получите там хорошего всхода, и послушайте внимательно, как освободиться, для этого нужно принять, и поэтому я говорю всем, пока ты не прочел Евангелию, не лезь в Ветхий Завет, пока ты не познал Иисуса Христа, не лезь туда, потому что конец закона, но когда ты узнал Иисуса, ты будешь тверд и мужествен, ты будешь не бояться того, что Бог говорит, в твою жизнь для тебя, потому что Бог меняет тебя, Бог изменяет тебя, через Иисуса Христа, тебе нужен Иисус, я вам серьезно говорю, каждому из нас нужен Иисус, но некоторые его снова и снова отправляют на крест, для того, чтобы он умер, за ваши грехи, потому что закон пригвоздил его ко Христу, живой Иисус ходит с теми, которые верят. Я что-то новое сказал вам? Это старое. Если ты хочешь общения с Иисусом Христом, тебе нужно снова и снова прийти к Нему. Да, Он умер за тебя на кресте, но Он воскрес в третий день, и тебе надо с Ним своими мыслями воскреснуть, чтобы ходить в обновленной жизни. Тебе не надо уже грешить, тебе не надо делать те дела, тебе надо делать новые дела, тебе надо евангелизировать, тебе надо рассказывать. Слушай внимательно, есть правила, по которым Бог говорит, Бог говорит, я создал это, я создаю новое, и творю все новое. Поэтому Евангелие, Новый Завет. Павел учит Новому Завет. Павел рассказывает об этом, чтобы мы укорененные и утвержденные в любви со всеми святыми могли постигнуть, что широта и долгота и глубина и могли исполниться всею полнотой Божьей. Я хочу быть в полноте. Я не хочу быть частично в нем. Я не хочу быть чуть-чуть в нем. Давайте встанем. Когда я сегодня готовился к проповеди, вы знаете, мне было... Я понимал, что некоторые вопросы, они болезненные для Церкви, для нас. но я вам хочу сказать, что если вы не примете Иисуса Христа, вы можете жить с Сарой, конечно. Вы можете быть с Сарой, но рожать Измаилов. Но если вы не примете Иисуса Христа, все это будет напрасно, как Авраам говорит. Все это напрасно, потому что все это достанется кому? Кому? Кому слуге. Нет у меня семьи. Он был прав. Нет у меня семьи. Мое семя – Иисус. Мое откровение – Иисус. Если ты принял Иисуса Христа в свое сердце, тебе надо изменить свое мышление в первую очередь. Тебе нужен Иисус Христос. Поэтому возьми куша Ивангеля, насладись им, найди там его, живого воскресшего из Батвы, который будет разговаривать, водить тебя, направлять тебя, будет говорить с тобой каждый день. Он, знаете, он разговаривает. С кем Бог разговаривает? Вы на улице это не говорите? Ну, здесь мы. Нормально. С нами Бог говорит. Он говорит через Писание, через Слово. Он говорит, я не один такой. Он разговаривает. И Он говорит даже, слушай, может этого не делать, а может это сделать, а это не делать. И ты понимаешь, и ты уже научился различать этот голос. Почему? Потому что Слово Божье, оно живое, и действие. Знаете, в Ветхом Завете много плохих, негативных примеров. Негативных. я в Новом Завете не нахожу негативных примеров, которые не были обличены бы Иисусом Христом. Негативный пример это пример, который нас сводит не в правильные вещи. но Иисус, Он всегда негативный. Он хочет обличить для того, чтобы оно было во свете, чтобы оно освободилось, чтобы оно было свободно. если у тебя есть внутренний, какой-то негативизм, зло, послушай, не обманывайся, тебе нужна свобода, тебе нужен Иисус, тебе нужно покаяние. Некоторые говорят, я свободен, аминь. А чего ж ты не идешь к свету, а тяготишь к закону? Чего мы тяготим к этим еще? Свечку поставлю за упокой, за это, за все, и все решится. Не решится ничего, ничего не получишь, даже смысла не будет. Это колдовские молитвы, колдовские дела, которые делают что нужно сделать? Приняйте Иисуса Христа. Приняйте Иисуса Христа в свое сердце. Покаяться перед Ним, сказать, Господь, я раньше искал не того, что нужно было, я искал благословения, а не искал Тебя, потому что я ищу семя, я хочу вот это семя иметь внутри себя, чтобы это семя, я хочу быть благословен. Кто хочет иметь благословения, Авра, теперь поднимите руку. вам нужен Иисус. Только один, только в одном есть благословение Авраама. Больше ни в ком, в одном семени. я имею благословение Аврааму, я имею благословение Авраама по вере в Иисуса Христа, по вере в Него. если ты желаешь сегодня, принять Иисуса Христа, заново обновиться в Нем, тебе нужно сказать, Иисус, нести меня. я верю, я верю не так, я шел не так, я искал чего-то своего, я хочу, чтобы Твое благословение было не так. оно не приходит от знаний, оно приходит от веры. Вы это знали, но вера, она двигает тебя, говорит, слушай, тебе нужно сегодня поднаться, тебе нужно измениться, чтобы благословение не помнило тебе. Вера. Есть люди, которые нуждаются в этом. Я хочу с вами молиться. Вы можете не выходить, потому что я знаю, что тут ноги подорваются. Ты хочешь? Хорошо. Кто желает, может выйти. Не стесняйтесь. Но я знаю, что в зале есть, люди, которые нуждаются в покаянии, но которым стыдно было. Знаете, почему? Столько раз уже выходил. Слушай внимательно. Иисус, это то семье, то семье, в котором ты сегодня нуждаешься. То, в чем ты нуждаешься по-настоящему. Давайте склоним свои головы. Господь Иисус, я прошу Тебя, прости меня. я осознаю, что я грешник. Я знаю, что Ты умер за меня, за мой грех. Иисус, я верю, что Ты воскрес в третий день. я прошу Тебя, я прошу Тебя, войдя в мое сердце и измени мою жизнь. Пусть Твое обновление, пусть Твои перемены пройдут в мою жизнь. я нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь в Тебе, Иисус. И я прошу Тебя, откройся мне, откройся мне. Я благодарю Тебя за то, что Ты принимаешь. Потому что Сам сказал, приходящего ко мне не изменял Бог. Я благодарю Тебя, Великий Бог, Отец, Сын и Господь. Аминь.